гитфан на связи всем привет знаю очень многих из вас интересует как же себя проявляют советские линкоры на тесте и я вас хочу предупредить обзор которые я делаю сейчас он будет основана на тактико-технических характеристиках корабля которые есть прям в самом начале вот этого самого теста возможно в будущем эти характеристики будут меняться тем не менее я думаю что вот на данных характеристиках можно будет построить какое-никакое но мнение о корабле в общем то начнем мы серию таких видео с владивостока ну а дальше пишите в комментариях какой именно корабль советской ветки вас интересует больше всего в общем-то корабль если говорить очень просто показался мне неоднозначно с одной стороны я могу похвалить его за живучесть 73000 боеспособности это конечно много и на уровне это практически лидерский показатель но данные цифры ничего бы не значили если бы на корабле не было худо-бедно неплохого бронирования цифры вы сейчас видите у себя на экране ну а на практике я вам скажу так что порой мне казалось что если бы я вот так же подставлялся на каком-нибудь американцы или хотя бы том же самом немцы я думаю получал бы я по лицу куда сильнее убедиться в справедливости таких слов конечно же можно посмотрев мой стрим который выходил 28 числа из минуса живучести могу отметить лишь птс она не она не сказать что сильно слабая но при этом габариты корабля весьма себе ощутимы по ощущениям владивосток уже близок гробику немцу девятого уровня а это значит что увернуться от торпед практически нереально так что более-менее скилловый эсминсовод является для владивостока да и для других кораблей ветки выше уровнем большой проблемой в плане артиллерии отмечу повышение эффективности и комфортности артиллерии в сравнению с кораблями предыдущего уровня то есть если ничего не изменится то переходя на восьмерку вам уже будет достаточно удобно стрелять и наносить урон на дистанции даже получится в большем количестве случаев то есть какого-то страдания от непробития будет меньше тем не менее я обратил внимание на странную вот такую закономерность этих стволов то есть выбить имя цитадельки почему-то оказалось невероятно сложно и это вы сможете посмотреть в бою который я покажу дальше но так как я на основании одного боя решил не делать каких-то выводов я обстрелял в тренировочной комнате другие линкоры и лишь на коротких дистанциях на американцах получилось хоть как-то выбивать стадели гораздо чаще даже в борту были пробить и что меня очень удивило так что может быть тут есть какой-то скрытый параметр или просто снаряды немного богануты но в целом если смотреть на другие цифры на которые цифры уже есть в порту то можно отметить что у корабля не высокая скорость начальная из-за чего я в принципе и сослался на мне кажется на небольшое пробитие у корабля очень слабое время перезарядки и казалось бы разница всего лишь в несколько секунд с множеством наших одногласников на восьмом уровне тем не менее эти пару секунд у могут дать разницу того что по нам сделают залп и уже успеет поставить корабль в такую проекцию когда нам стрелять уже просто нет смысла это очень неприятно по части точности корабля можно сказать вот по этим цифрам в порту что в принципе он конечно выглядит очень неточным но на практике то что нам обещали разработчики она в принципе и есть на самом деле на большой дистанции стволы невероятно косы но чем ближе к нам цель тем более кученько ложатся снаряды что очень даже важно относительно относительно высокого урона и фугасных и бронебойных снарядов я думаю отдельно подчеркивается ничего не нужно то есть и шанс на пожар тут большой и разовый урон у них большой так что единственная проблема в бою по идее это попадать ну и пробивать если ваш противник уж не собирается совсем уж а показывать убор относительно пмк что я наверняка думаю многих своих многих из вас интересует то пмк тут конечно не назвать что но совсем для галочки но из-за того что дальность трибуни в 5 и 3 а я напомню что корабль невероятно большой и увернуться от торпед на такой дистанции на нем практически нереально я думаю что пмк тут все-таки конечно ну оружие последнего шанса то есть если только шотный эсминец решит на вас пикировать вот только тогда в этот момент возможно это пмк вас спасет относительно пво я не могу ничего сказать на практике потому как на практике мне не попадались бои когда меня авианосцы действительно фокус или тем не менее количество 9 разрывов в средней ауре и 5 разрывов в дальней ауре дает мне понять что очень уж легко и без потери заход на корабль и не произойдет и это очень важно опять все потому что корабль большой и будет являться толстой интересной целью для набития домашки про маневренные качества я уже все сказал тут все очень печальненько ну а в качестве маскировки я отмечу что 12 километров это очень мало и на уровне в этом параметре с нами может сравниться только лишь монарх британский линкор который в принципе может поиграть от инвиза и попытаться подловить противника в борт что удивительно так это видите данное свойство на владивостоке на владивостоке на корабле который гораздо больше чем британец тем не менее этот плюс тоже необходимо знать потому что он помогает в бою или отсвечиваться или подлавливать противника в борт какой-то особенный упор сейчас на раскачке я думаю делать не стоит так что давайте просто перейдем к бою которую мне получилось отыграть на данном корабле в стриме и который как мне кажется максимально хорошо характеризует корабль и показывает его сильные и слабые стороны итак поехали сейчас вот с частиком пропустил возможность вон линдеру смотрите в бортинку закинуть сейчас тормозить по-любому будет вот если успеет ой сквозняк не довел тормозит что а движка движка ты мертва смотрите черный дым сейчас маки звуки расскажем что мы думаем наш фугасики зарядим ради такого случая а хао как на зло починил движку давай давай 20 секунд я думаю еще успею не успеет зациркулировать совсем спрятаться а кизуке конечно хотелось бы мучкануть корабль очень опасный все ну кажется ты поиграл попом попом так че у них с усминцами гад механ оба на другом фланге и начинается а ты тоже не нравится сейчас мы будем рассказывать кинг джорджу и жизнь и и же с ним что да как да почему потому что начинается ребят наконец-то игра лишь бы он конечно в таран не пошел потому что меня же некому подержать он может такой испугаться и пойти в таран это будет с его стороны кстати и правильно то есть вот так вот за раз взять и 70 к домашке срубить так что нет мы все-таки будем немножечко ой блин и смотрите там справа крейсера тоже очень активно наших утопили окей ладно раш к сожалению откладывается ибо оказаться в окружении пяти злых противников это все равно что в том самом меме про негров и девушку но цитадельку архангела мы конечно чё не достали да е парас это как так может быть я думаю это что нереально на пяти километрах ну и чё что решишь в итоге отвернуть и сделать еще один залп а тут вот время конечно перезарядки неприятно неприятно удивляет но не то что удивляет поехали ножки вот еще хотел стволом этим выстрелить пусть он постоит отдохнет ох ты смотрите сейчас в остров перец но не выйдет не выйдет жадность как говорится фраер разгубила ну конечно маневренный но не настолько чтобы совсем ладно чё совсем что это чудо чудо йогурт ё просто отдыхает блин я конечно сейчас соневаясь скажу лучше мне сделать не давайте не будем порваться всякий бой еще можно проиграть у нас фридрих под бортом будет сейчас и он меня ведет и опять без цитадели но как такое может быть что-то архангел какие-то цитадельки сейчас пошли это неважно не хотят доставаться вроде бы в туда куда нужно а фугасишь уже блин сквозняки и сквозняки все сквозняки чем вперед пойдет пожарная тревога ай не не сможем им но хоть осветились чуть-чуть маленькой передохнуть вот эти вот товарищи рано или поздно в быть пойдут я уверен а мы тем временем за поменяем позицию пацаны 1080p это совсем ничего не значит квадратисты за то что я битрейт выбираю минимальный на границе возможности моего деревенского интернета именно поэтому я и думаю что если какие-то кораблики очень интересные попадаются ветки то проще уже сделать про них какое-то отдельное видео но пмк фридриха почему не достает может быть он не прокачал фридриха в пмк как думаете может это и есть основная его проблема кстати почему норка такая пассивная она афк что ли у нас кажется у нас кажется норка сломалась не слушать стреляет ой 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 вот ну хацухар вот это надо было смотрите такое долгое время вот так вот где то там ковыряться чтобы потом выйти индианаполису блин нашел ведь еще крейсер с рлс чтобы так вот сдохнуть и они точно ну их блин я даже не смог поддержать его вот хацухару дно вы меня простите но это надо суметь так сыграть то есть его дымы больше помогает сейчас противникам нашим а блин норка спасибо продолжаем гореть нет ой слушать смотри ты как закинул я его ответочку щипая прям сразу не глядя цитадель очку достал как так получается я прям правда не понимаю казино лес то она ну такое не всегда понятное и прозрачное но все давайте момент истины но вы же видите видите куда заходит до 8 пробитий 0 стаделей прям под башенку но все как надо ну просто лучше не бывает нет цитадели нету пожарная тревога блин дожить бы за следующей хилки очень хочу фух вражеский уничтожен есть у нас у нас все такие шотные не пойму вот норка ее просто норка мать ее смотрите около синие линии почему да потому что ой ой паш ты мой паш ты мой ммм неполадки устроены к сожалению приходится слушать а зачем валим сейчас мы мы сейчас так еще норки выдадим мы займем вот эту позицию и еще валим ей так чтобы было больно хахаха я думаю все получится все у нас получится он он кажется это понял что у нас все получится и начал тормозить Ой, Архангел У тебя какие-то донаты, я тебе скажу, волшебные Вот просто не знаю Блин Наверное, в твоих боях вообще Одни с полшинцитадели через залп идут Ёшка-матрёшка Герман ещё тут А для чего прицеп прозевал этот момент Спасибо большое За донат Прицеп, в принципе, обычный То есть двухколёсник На деревенские нужды На стройку Скажем так Что-то мне кажется Моя песенка спета А, может и нет А, может и нет А вот вам и инвиз на линкоре А вот вам и инвиз на линкоре А вы говорите, кому нужен этот инвиз Зачем нужен этот инвиз Во РЛС может Чапа Как ты смотришь на возможность Врубить РЛС Надо завалить гада А потом можно будет повоевать С другими Ну спасибо большое, Герман За донат Действительно очень Очень круто Очень приятно В общем В общем, всё зашибись И, пожалуйста, кто-нибудь Объясните, Кость В чём Проблемы нынешнего Стрима А то Вы знаете Иногда вот хочется По-доброму Рассказывать все дела То есть Что-то как Ну понимаешь Что-то человек без наезда Говорит Просто интересуется Но вот когда тут С таким гонором Говорят, что Проблема Все дела Стрим говно На телефоне лучше снимает Но это просто Немножечко даже смешно Неприятно Что, серьёзно, что ли? А я, блин, не готов был к этому Будет меня офигачить Понятное дело Оооо Ну, последняя заклёпка Держи мой корабль в бою О, красавчики Просто красавчики Я даже не знаю Что мне тут сделать Сейчас надо Лучше, что я могу сделать Это просто не сдохнуть Мне кажется В этом бою Это просто Очень неплохо будет Пусть, в конце концов Вон норка Колорадо танкуют Где, кстати, норка? Вон норка У них ХП много Они Весь бой Их экономили Я весь бой Танковал как мог Два лямчика Как-то выдержал А еще чуть-чуть Не выдержал Даже вот От плюха ПМК Чисто в теории Могу же уплюхнуться Ну, давай-давай-давай-давай Цитаделька 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 И Нет 175 тысяч урона Давай-давай-давай-давай Чапа-чапа-чапа-чапа-чапа Чапа и вот Гони Гони Ура Ура Владик живет А-а-а Ну, да, прости, Кусь Я просто Часто читаю комментарии Относиться на то, что Вы знаешь Такого формата Мол В 2002 К-19 Выкладывать Лагающее говно Или мыло Я прям Ну, ну, господи Ну, люди Ну, почему? Вот почему вы думаете Что вы одни такие вот умные Что я вот Человек, который занимается сетем То есть у меня есть нормальные видео С нормальным качеством И вот это вот Вот такие вот стримы Я как будто бы не понимаю Что это не тот уровень Но они такие на полном серьезе Вообще ужас Неужели нельзя было в 2К-19 интернет Тебе провести 400 рублей зажал Гитфан А, это, а нет Знаете, самый клевый Комментарий Который я такого формата читал Типа 40 тысяч дублонов Наколотил А на интернет Не хватило Я А, боже мой А, боже мой Я такой везучий Потому что тут вот Архангел Вот знаете Вот есть же Вот Архангел же Как персонаж Библейский Это же вам Не просто так Не хухры-мухры И тут с нами Архангел Тут еще донаты Накидывает Чтобы Цитадельки летели И вот вам 175 175 тысяч урона И в принципе норм Но опять же говорю Это вот Бой не совсем показатель Мы оказались в топе И Ну Воспользовались ситуацией Которую нам давал рандом Нет Восьмерка Я так подозреваю В принципе Единственный Ее плюс То, что вот Наступление Можно будет катать В отличие от Ленина Ленин Из-за того, что В отступлении Получает Прям вот Прям Серьезно Так получает Нет Он совсем не торт Он мне не зашел В этом плане Там надо что-то менять Че, кстати Как думаете Может видосик Достоин для того Чтобы его отдельно Выпилить На Так сказать На обзорчик Владика Потому что Владик я точно Не буду отдельно Обозревать Нет Конечно То, что Баллистика Уже не семерки Это лучше Но ненамного То есть Девяточка В этом плане Как-то Увереннее Дается Тадельке То есть Мне все Вот эти Самые моменты Кажется Что Чуть-чуть Не хватило Стартовой скорости Чтобы Добиться Тадель То есть Мы все Видели Что снаряды Куда летят Но Увы Мы ловили Тупо Пробитие Ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту